Привет, просветители! С Новым Годом! Мы сделали это. Мы сумели пробраться через весь тот трэш, который просто без остановки подкидывал нам 2023. Ура нам! 1 января – отличное время, чтобы оглянуться, еще раз ужаснуться и захлопнуть эту дверь. С наивной надеждой, что больше мы никогда про героев этого ролика не услышим. Мечтатели. Этим мы с вами каждый год здесь и занимаемся. Либо последний ролик в декабре, либо первый в январе всегда посвящен уже ежегодной премии Трэшанина Года, в которой мы с вами да, это совместное творчество, я выбираю номинантов, вы победителя, решаем кто достоин этого почетного звания. Кто тот герой, что выдал самую странную фразу этого года из тех, которые мы обсуждали на этом канале? Важное уточнение. В этом году я решил немного поменять правила. Не волнуйтесь, финальное решение все еще за вами. Если вы смотрите этот ролик, значит в моем телеграме уже запущено голосование. Ссылка как всегда в описании. Претендентов было настолько много, к сожалению, а некоторые новости вообще нормальному объяснению не поддавались, как обычно, что границы премии пришлось немного расширить. Как и твою одежду после новогоднего застолья. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. В этом году бороться за титул будут и отдельные товарищи, и целые команды, и даже явления как таковые. И вот именно с них мы и начнем. Открывают список номинантов разговоры о важном. И наплевательское отношение к этим урокам их же создателей. В начале прошлого года именно разговоры стали главным генератором контента на моем канале. Началось же все с самого потрясающего занятия Эва. Да-да, тот самый урок с Егором Кридом. Есть такая штука в интернете, точнее, четыре буквы, как С-К-А-М. Ты знаешь эти четыре буквы, да, все знают эти четыре буквы. В общем, скам. Не теряйте свои деньги, и уж тем более в интернете. В интернете их нужно зарабатывать. Ну и можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу, вот он здесь где-то появился, Егор Крид, официальный канал. Там точно нет фейков и там вас не заскамят. Мы до сих пор не знаем, кому принадлежала гениальная идея пригласить на урок о кибербезопасности одной из главных рекламных лиц казино в России. Надеюсь, этот человек получил премию. Дарвина. Он ее явно заслужил. В ролике об этой ситуации я предположил, что авторы разговоров о важном вообще никак не готовились к этому занятию. Но они готовились. Буквально через пару дней после появления моего ролика в сети появилась полная версия выступления Егора. Смысл не поменялся. Не верьте скамерам, подписывайтесь на мою телегу. Но самое главное оказалось, что монтажер в Министерстве просвещения все же есть. Авторам хватило ума вырезать вот этот кусок. Еще раз всем привет, всем здравствуйте, всем добрый вечер или добрый день. Я не знаю, во сколько вы смотрите это видео, кто вообще сейчас передо мной сидит, но меня попросили записать это видео, которое не знаю, чему вас обучат, скорее всего ничему, но... Самокритично! Не знаю, опять же, кто смотрел это видео, не знаю, насколько оно информативно для вас, но меня попросили записать именно такое. С камеры, а вам всем пока. Да, именно такие ролики нужно показывать каждому ребенку страны. Кому? Зачем? Я сам не знаю, меня попросили. Владельцы казино о лучшей рекламе даже мечтать не могли. Да это вообще по-моему лучшая рекламная кампания года. Кравцов с товарищами заставил каждый российский класс на рекламу телеги Крида смотреть. Буквально за день на Егора подписалось несколько сотен тысяч человек. И да, как раз в то время певец очень активно стримил казино. Естественно, проверить чем занимается эксперт по кибербезопасности чиновникам из Минпроса было очень сложно. Я бы даже сказал невозможно. Ну, не шмогла я. Не шмогла. Тот же день вместе с Егором взорвала интернет Наталья Касперская. Няшные телефоны и френды навсегда в сердечке. Следующие риски это то, что из-за того, что смартфон такой удобный, красивый, такой няшный, он вызывает привыкание. Вот важную вещь запомните, пожалуйста. Френды это не друзья. После выхода того ролика я получил свой адрес, конечно, немало говнеца. Павел, ну откуда создатели могли знать, что Егор стримит казино? Это не их работа. Буквально через пару недель оказалось, что и знать географию на уровне восьмиклассника, профессиональной обязанности авторов разговоров о важном тоже не входит. С легкой руки Минпроса Казахстан превратился в Узбекистан, Азербайджан в Армению, а Чехия в Венгрию. Про африканские страны даже не заикаюсь. Нам бы с Евразией разобраться. Ничего, кроме слова позорище в моей голове не возникает. На разработку этих уроков государство потратило 22 миллиона рублей. Очевидно, что на зарплату хотя бы одному образованному человеку, который мог бы проверить, что они там насочиняли, денег банально не хватило. Когда школьники и учителя подняли шум в сети, да и мой ролик несколько сотен тысяч просмотров набрал, у вас там Казахстан уехал. Минпрос отреагировал максимально оперативно и вернул соседа на законное место. Ума проверить остальную карту у этих товарищей не хватило. Когда меня спрашивают, почему я не верю, что в нашем образовании что-то может измениться в лучшую сторону, я всегда указываю на разговоры о важном. Фактические, орфографические ошибки, всем на все плевать. Главное считаться, что каждую неделю школьники получают свою дозу патриотизма. Уровень непрофессионализма и пофигизма, честно говоря, поражает. Нашу школу куда-то пытаются вести люди, которые не осознают, что свою работу, прежде чем вывалить ее на многомиллионную аудиторию, неплохо бы хотя бы один раз проверить. Но нет, не царское это дело. Пытаться понять, где Казахстан на глобусе расположен. В общем, я уверен, разговоры о важном абсолютно точно заслужили свою номинацию в этом году. Та еще Таршанина. Ну и не стоит забывать, что именно этот урок подарил нам Ивана Ахлобыстина и женщину-гребницу. Гойда, друзья, Гойда. Второй номинант открыл настоящий портал в ад, потому что именно после его выступления начался веселый конкурс. А кто оригинальный женщин в 19 век загонит? Наверное, такое лирическое отступление, совершенно порочная практика, которая сформировалась в обществе. Я вчера об этом говорил. когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, уже, так сказать, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному, озаботиться о деторождении. Да, убеждение, что ты сначала сама должна встать на ноги, а потом и ребенку помочь сделать то же самое. Иначе, как порочной практикой, реально не назвать. В этом году призывы «Сначала роди, а потом думай» побили просто все мыслимые рекорды. При этом сами агитаторы как-то не особо своим же советом следуют. В этом плане настоящие чудеса. Переобувание в воздухе показала третья номинантка сенатор Маргарита Павлова. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ну, к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта детородная функция. Сразу же хочу отметить, прежде чем вы примете решение, возможно, проголосуете за Маргариту. Ее слова были вырваны из контекста. Я целый ролик посвятил попыткам понять, из какого контекста и что там было вырвано. Но предупредить я вас должен. Даже боюсь представить, что произойдет с российскими школами, если девушек перестанут ориентировать на получение высшего образования. А с поликлиниками? Кто туда работать пойдет? Маргарита Павлова? С другой стороны, у Павловой два высших образования, а говорит она с таким количеством речевых ошибок и слов паразитов, что невольно приходится согласиться. А может и правда, ну ее, эту вышку, несить следующего. Точнее, следующих. Этих товарищей я решил объединить в одну команду, потому что их лингвистический перформанс тяжело воспринимать по отдельности. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил уходить от прозападного вектора в системе образования и исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах. Отличное предложение. Десять Сергеев-Кравцовых из десяти. Он обратил внимание, что при наличии английского языка в перечне обязательных предметов в образовательных учреждениях с трудом нашлось время для начальной военной подготовки, а такие предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования. На всякий случай напомню уважаемому депутату, что иностранные языки и в советской школе изучали. И как-то они не особо черчению с астрономией мешали. Ну и, конечно, шикарная идея, что английский язык стоит на пути каких-то предметов при наличии в расписании разговоров о важном и Россия, мои горизонты. А в следующем году технологии и труда. Вместе. Смело, конечно. И странно. Депутат выразил недовольство тем, что мы с самого детства обращаем взор детей на запад. Он обратил внимание, что в образовательных программах США или Великобритании нет обязательного русского языка. А давайте подумаем, почему школьнику в Америке гораздо логичнее изучать испанский, а не русский язык. Может быть, какие-то социально-исторические предпосылки для этого есть? Да не, они просто наши враги делают это чисто из злости. Ну и, если следовать этой гениальной логике, то, допустим, школьникам из Дании или Исландии нужно учить ничего. Согласитесь, ну как-то странно в Копенгагене изучать английский язык, если в Великобритании нет обязательного датского. Продолжает идея Хамзаева Вячеслав Володин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета назвал английский язык мертвым. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский это мертвый язык. Все, время ушло, сообщил Володин. Серьезная аналитика. Проверять мы ее, конечно, не будем, но Википедия утверждает, что английский язык является родным для 400 миллионов человек. Еще 700 миллионов владеет им как вторым. Да, настоящий язык зомби. Брейнс. Для сравнения эти же показатели у русского языка 154 и 125 миллионов соответственно. Как-то не очень удобно получилось. Шестое место занимает все то добро, которое по мысли российских политиков наверное должно забрать часы у английского языка. Новые уроки ваш выход. Запаситесь, пожалуйста, терпением. С 1 сентября в российских школах будут проводиться профориентационные занятия Моя Россия Новые Горизонты. Раз. Уроки труда вернутся в школу уже со следующего учебного года. Два. С 1 сентября 24 года в школах появится предмет под названием Основы безопасности и защиты Родины. Три. В детских садах и школах Белгородской области планируют вести дополнительные уроки по гражданской обороне заявил глава региона Вячеслав Гладков на совещании регионального правительства. Четыре. Программа воспитания для среднего профессионального образования в которые войдут семьеведение будет обязательной с нового учебного года. Пять. С 1 сентября 23 года в российских вузах вводится программа обучения служением. Шесть. С 1 сентября 23 года все российские вузы должны ввести в расписание студентов первого курса новый предмет основы российской государственности. Семь. Первый заместитель председателя Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением вести для школьников практические занятия важные дела. Восемь. Сенатор Ольга Епифанова выступила с идеей вести в школьную программу вместо семьеведения уроки отцовства. Девять. Глава партии Справедливая Россия за правду Сергей Миронов заявил, что в школах можно вести предмет важные дела на котором дети делали бы полезные вещи для участников спецоперации. Десять. В Госдуме предложили создавать школы по правильному питанию для детей в регионах и вести в образовательных учреждениях урок «Мое здоровье», на котором бы детям объясняли основы правильного питания и гигиены. Одиннадцать. И у меня столько пальцев на руках нет. Нинобранауки России подготовила программу курса «История религии России», который со следующего семестра пройдет апробацию в 27 российских вузах. Двенадцать. Епископ Ефимий предложил внести в школьную программу изучения церковно-славянского языка. По его мнению, это способствовало бы реализации курса на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке. Епископ признает, что школьная программа перегружена, но надо выстраивать приоритеты. В Думе уже поддержали предложение представителей РПЦ. Тринадцать. И можно я, пожалуй, на этом закончу? Думаю, вы уже поняли идею. Математика или церковно-славянский? Приоритеты? О новых уроках поговорили. Самое время вспомнить про учителей. Все-таки 23-й это год педагога. И никто так не поздравил учителей, как министр образования Оренбурга Алексей Пахомов. А выровнять всем заработную плату, делать ее московскую, ровно то, что произойдет. О чем вы сказали? Что у нас тогда в систему образования, как сейчас вы говорите, в Москву идут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить? А вы представляете, какая диспропорция будет, когда по не Москве вы сделаете московскую зарплату всем? Как и в случае с Маргаритой Павловой, прошу отметить, что слова министра были вырваны из контекста. Он просто согласился с чужой мыслью, что длинный рубль и школа вещи несовместимые. У меня есть отдельный большой ролик на эту тему, захотите узнать подробности? Милости прошу. Вот такие номинанты. На самом деле их было, конечно же, гораздо больше, но как, например, рассуждать о высказываниях Милонова, вы думали, я про него не вспомню, и при этом не отхватить штраф за радужный экстремизм, я, честно говоря, не знаю. Поэтому обойдемся без радуги, как и телеканал ТНТ, обесцветивший радугу в кей-поп-клипе. Обязательно расскажите в комментариях, что поразило вас в прошлом году. По ссылке в описании переходите в мой телеграм, там уже создан опрос, примите участие в голосовании. Трошанина года должна найти своего обладателя. Я желаю вам в наступившем году всего самого-самого доброго и светлого. Надеюсь, что Министерство просвещения все же сможет нанять на работу человека с четверками в аттестате или хотя бы с тройками. Хочу верить, что Маргарита Павлова научится строить предложение грамотно, и ее слова наконец перестанут вырывать из контекста. Как настоящий патриот я верю в окончательную смерть английского языка. И не сомневаюсь, что в школьном расписании найдется место для прославя а, церковно-славянского языка. Да, хотя тащите все. Верю, что учителя поймут, что призвание гораздо важнее длинного рубля. Не так круто, как доллар или евро, но однозначно лучше длинного рубля. Вы курс видели? Хочу надеяться, что в этом году российские женщины наконец-то поймут, что крышу над головой и нормальную еду переоценивают. Роддом вон там, а жить можно и в коробке из-под холодильника. В общем, гой до просветители. И заводим тройню. А если вы вдруг хотите меня поздравить с Новым Годом, то подписывайтесь на мою страничку Бусти по ссылке в описании. Как уже сделали вот эти топовые товарищи. Мне будет очень приятно. И не забудьте проголосовать.